у нас остались 10 вопросов к вашему высшему я и перед тем как мы туда будем подниматься мы приглашаем в эту комнату диагностики отдела запрос в энергоинформационном поле приглашая в эту комнату диагностики прийти куратора елизавета куратора владимира здесь снимается маски голограммы фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем вас уважаемый куратор елизавета я приветствую вас неприятно находиться снова в этом помещении энергетически чистом так и есть и наполненным светом нам очень приятно благодарю вас владимир созрел до встречи со своим высшим я в эту поездку как мы и говорили мы приглашаем сюда куратора будете любезно уважаемая елизавета сопроводить нас на уровень высшего я владимира непременно на какой уровень мы поднимаемся на 9 благодарю вас хорошо вера бери владимира свои крылья и вместе с кураторами елизавета и мной на счет и поднимаемся на уровень высшего я владимира девятый уровень 1 2 3 пошел подъем мы на месте снимается маски голограммы все вокруг предстоит согласно своему эфирному коду днк все нормально да хорошо мы делаем запросы приглашаем к нам выйти высшее я владимира это мужчина он недовольный говорит кто потревожил меня снимается маски голограммы фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду днк не изменилось пока энергии собирается приветствую вас на моем уровне пресса привела вас сюда приветствуем вас уважаемое высшее я владимира нас привело сюда желание вашего вашей частички познакомиться с вами задать вам 10 своих вопросов будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы просим прощения если мы вас отвлекли вот уж вот уж не думала что соединиться своей частичкой раньше определенного времени это на земле продвигается духовное развитие да ваша частичка проходила у нас чистку и удалось спустя большой период времени остаться чистым ваша частичка работает над собой на год осознавала все что происходит с ней и созрела до того момента что она захотела встретиться со своим высшим я будете ли вы так любезно представиться как нам к вам обращаться уважаемое высшее я альберти альберти меня зовут влад уважаемый альберти это вера рядом стоит куратор владимира елизавета который мы взяли в эту замечательную поездку можно вам задать эти вопросы или мне интересно узнать что же моя частица познала на планете земля благодарю вас уважаемые высшая альберти я начинаю с приветствия здравия мое высшее я очень рад что есть возможность услышать твоего пи ответы на мои вопросы в развернутом виде знаю что благодаря твоим подсказкам здесь на земле я стараюсь жить по канонам вселенной но знаю что не все получается мои вопросы я начинаю с первого вопроса где родилось мое высшее я не марсианская душа а ты моя часть проходящая свой опыт на планете земля марс это планета объект первоначального . отправление . зарождение планета марс благодарю вас второй вопрос как активировать свой внутренний стержень на эти вопросы мог ответить куратор активизация стержня происходит после того как ты его представляешь и чувствуешь нужно видеть свой стержень и визуализировать его пропускать через свои энергетические центры тонких тел а также биоробота которым ты прибываешь я закончил я благодарю вас уважаемая высшая альберти третий вопрос сколько раз и в каких цивилизациях на земле моя душа перевоплощалась цивилизации было немного так же как и воплощение в 13 воплощение на земле я жил вперед мая так же как и я это было другое наполнение я имею ввиду свою частицу как вы знаете можно отпускать любое количество да мы в курсе вы сами решаете куда вы кого отправляете свою частичку небольшое количество как разведка периоды цивилизации мая было отправлено на планету земля жизнь была недолгая так как энергии не хватило но интересное дальше были воплощение во времена египетских фараонов это было интересное прожитие и познание также было прям воплощение римской империи любое пребывание на земле было познавательно и интересно благодарю благодарю вас за этот ответ вы действительно назвали три эпохи в которой были действительно очень важные изменения и знания были получены благодарю вас я перехожу к четвертому вопросу как и кем предпоследнюю жизнь проживала моя личность душа на земле предпоследнего он имел ввиду не знаю вы знаете свою частичку лучше вы пересекли пространство и время чтобы узнать прошлую жизнь это ваша частичка прошу прощения мы задаем только я удовлетворю ваше любопытство прошлое 12 жизнь проходила проходила во время правления петра первого кем он был чем занимался хозяйство держал свое зажиточно жил мед продавал восемь детей имел все было ладно да складно копил какой опыт он собрал в чистоте жил и детей в чистоте держал строго воспитывал но правильно многие души получили свой опыт рядом с ним утомила это ответственность за другие души опыт ответственности получил я благодарю вас уважаемые высшие я альберти я понимаю речь идет о вас это ваша частичка это ваш опыт я благодарю за эту информацию или вы закончили хотели что-то еще добавить я закончил благодарю вас пятый вопрос в какой обращении перевоплощение души в колесе сансары на земле если душа космическая опыт безграничен душа сама решает где и когда его получать если душа готова к получению земном опыта производится воплощение на объект душа может отдыхать сотни лет видать получать опыт других объектов но приходит к определенному пробелу который можно получить только на таком объекте как земля душа воплощается на земля планета земля так как на земле душа очень чувствует тоску душа и это бесценный опыт душа любит душа показывает свои эмоции открыто и держит внутри это колоссальный опыт потому что душа живет чувствами и эмоциями и душа всегда хочет повторить этот опыт поэтому здесь выбор души когда и в каком виде пребывать на планете земля опыт он бесконечный благодарю благодарю вас уважаемая альберти я перехожу к следующим вопросам шестой почему я до младших классов всегда улыбался и радовался всем пока учителя не стали меня за это наказывать окружающих это это бесило в чем вопрос вопрос в том почему он перестал улыбаться и радоваться до младших классов или после младших классов я думаю его лучше спросить душа принесла свою радость на землю с этой радостью как и любая другая душа нужно было идти и делиться на земле много разных душ и бездушных а также интерферентов и поселенцев сильные души несут радости свет несмотря ни на что не нужно обрывать радости свет нужно переформировать его защищать и углублять встречаются и другие души не всех это раздражает большинство те кого раздражает радость напичканы интерферентами они бы тоже хотели радоваться но их внутренние комплексы а также захватчики души переживают от этих энергий радости и света поэтому не надо скрывать свою радость внутреннее счастье нужно защищать его и нести достоинством проходя разные обстоятельства и проходя разные встречи защищая свою радость и свой свет идя по жизни нужные люди и нужные вибрации увидят и притянутся их немного но они важны благодарю благодарю вас за этот развернутый ответ седьмой вопрос почему я до сих пор считаю что секс сексуальные отношения схожи с родственными отношениями они только некую физиологическую потребность это особенность души марсианской души физическое тело духовно связано можно сказать ярко выраженные энергетические центры связаны между собой одна энергия цепляет другую и усиливает особенность души простыми словами я закончил я благодарю вас восьмой вопрос почему у меня много эмпатии эмпатия это энергия она скапливается с опытом с опытом души на разных объектах вы называете это много видел много видел и скопил даже душевном центре энергетическом не давая закрытия приняв в себя различные ситуации и чувства и реакции на них это опыт души который нужно лелеять сохранять этими энергиями можно работать как разжигать их расширять и укреплять также можно сжимать и хранить сердечном центре энергетическом не давая закаменеть этим чувством можно по разному воспринимать эмпатию как я уже сказал можно как энергию защищаясь усиливая работать работая с ней а можно выбирать определенные чувства из этого мира эмпатии и усиливать их это может вызывать слезы или глубокую душевную тоску как с ними работать выбор души благодарю благодарю вас девятый вопрос кем я был в своей супруге в прошлых жизнях у тебя были разные супруги в прошлых жизнях именно с этой душой ты встречался два раза в одной из жизней ты был ребенком а она твоей матерью в другой жизни вы были братьями и постоянно ссорились не могли поделить сперва игрушки потом оружие потом женщин не могли найти баланс я закончу я благодарю вас уважаемая высшая я альберти последний десятый вопрос на что мне обратить внимание чтобы скорректировать свою душу сознание помимо гармонии и баланса на свое развитие на информацию предоставленную в книгах гармония и баланс важны между умом душой и телом но ум душа и тело требует развития безграничного на земле много информации знаки вокруг тебя которые подает твой куратор приведут тебя к определенной литературе которая будет интересна твоему уму и твоей душе развитие обязательно должно происходить развитие образование усиливает твои энергии соответственно знания приводят к сильнейшей защите знания и духовное развитие ведут к развитию и уходу за биороботом все связано между собой все наполнено энергией энергиями но энергии остаются на примитивном уровне если не получать знания и не развиваться расширяя свои возможности благодарю уважаемая высшая Альберти вопросов больше не осталось я благодарю вас за эти ответы остались заключительные слова благодарю свое высшее я и куратора Елизавету за терпение и помощь за работу и на правильное указание и направление моей душе от меня хочу передать вам набор моего лучшего меда передать набор лучшего меда что есть на земле а также запах и энергию визуализацию тех мест куда был собран мед благодарю 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 верочка в твоих руках в твоих в твоих на земле 1, 2, 3, и мы кладем в эту корзинку еще набор самого лучшего меда, который есть на земле. 1, 2, 3, также передаем запах и энергию визуализации этих мест, где он был собран. Мы просим, уважаемое высшее Я, принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его ответы на вопросы своей частички и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это напомнило мне прошлую жизнь на земле, когда моя частица имела собственную пасеку. Благодарю вас за это погружение. И мы благодарим вас, и мы благодарим вас. Примите нашу искреннюю энергию любви и благодарности на этом месте. Желаем вам всего наилучшего и скорейшего дальнейшего роста. Благодарим вас. И я благодарю вас за эту встречу. Во благо. Мы закончили. Рассинхронизируйся, Верочка. И вместе с Владимиром и куратором Елизаветой возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемая Елизавета, как вам встреча с высшим Я? Великолепная встреча. Я тоже так считаю. Примите, пожалуйста, и от нас эту корзиночку, Верочка. В твоих руках появляется корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами на земле. И кладем туда этот же набор меда. И мы просим Елизавету принять этот подарок в знак благодарности за то, что она нас сегодня сопровождала. Просто на добрые воспоминания. Радость всегда получать такие подарки. Благодарю вас за это. Благодарим и мы вас, уважаемая Елизавета. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, встретимся. И всего вам наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин